Ребята, обязательно посмотрите этот ролик до конца, я познакомлю вас с новым питомцем и расскажу про прямую трансляцию сегодня и много чего еще. Кто сидит в этой колясочке? Кролик? Хай, дорогие друзья, меня зовут Аня, вы на канале Magic Family и со мной мои собачки Чихуа Софии, Эйвен и Мишенька. Подписывайся на канал, жми красную кнопочку подписаться внизу и не забудь нажать колокольчик, чтобы смотреть ролики самым первым. Вот он мячик, вот же в руке у тебя, мам. И мы, как всегда, в первую очередь передаем приветики случайным поделившимся из нашей группы ВК или с моей страницы ВКонтакте. Атя, Машуня Кротова, приветик тебе! Настя Кербель, привет! И Руслана Красенко, тебе тоже привет, Руслана! А сегодня три привета. Дай вас, приветы передаем. Дай лапу, дай другую. Молодец, дай пять. Ай, молодец. Мы вчера придумали новую игру в комментариях. Мы говорим какое-нибудь кодовое слово, которое находится где-то здесь в видео. Вы его обнаруживаете, это кодовое словосочетание, и придумываете с ним прикольные фразы. И оригинальное прикольное предложение попадает в наше видео. И сегодня в наше видео попадает очень прикольный стишок от Леры Агапитовой. Ах, какая вредная, вредная собака. Не нужны команды ей, ведь она умняка. А нужна хозяйка ей, Анюшка, Анюшка, чтобы всегда чесала ей пушистенькое брюшко. Очень весело и прикольно, спасибо, Лера. А сегодня в видео будет еще одно кодовое словосочетание, с которым нужно придумать прикольную оригинальную фразу. А сегодня у нас большой-большой день, большой праздник в семье, в нашей собачьей. Потому что сегодня сбылась моя давнишняя мечта. Просто вообще у меня внутри все прям дрожит, перебирает. Вы все знаете, что я очень люблю животных и собак. И у меня была мечта... Да, вы догадываетесь уже, наверное. Завести щеночка. И я долго не решалась, я долго выбирала, я не знала, какую породу выбрать. Потому что сначала я хотела точно Чихуахуа, а потом вы писали в комментариях, заведи там пельон, шпица и так далее. Еще мы предлагали завести Йорков, но, может быть, вы просто не знаете, у нас уже есть три Йорка. А крупную собаку, прям большую, как Варя Синбернар наш, или там Ауси, например, я завести сейчас пока не могу, пока у нас строится дом. И жить мы там пока не можем, мы живем в квартире. Поэтому я решила, что моя мечта все равно сбудется. И это будет не последняя мечта. Я немножко нервничаю, и моя речь из-за этого такая вся непонятная и избитая. Потому что я очень хочу, чтобы вы порадовались вместе со мной. Сейчас. Кто сидит в этой колясочке? Кролик? Вот кто это. В нашем доме появился не просто комочек счастья, не просто пушистый комочечек счастья, а сумасшедший, просто сумасшедший зверь, которого просто невозможно остановить. Кто грызется, кто кусается? Вот такая вот милота. Просто, просто зайка. Маленький, маленький щеночек. Девочка, которая сейчас... Всего два месяца и одна неделя. И она, конечно же, вообще не поседа. Сидеть она, в отличие от взрослых собак, не будет. Она будет бегать, играть и что-нибудь грызть. Смотри, какая игрушка. Эй, эй, эй. И следить, конечно же, за ней нужно очень внимательно, потому что она везде носится. Она все хочет погрызть, попробовать на вкус. Сейчас здесь не будет спокойствия. Такого, как с Мишей и Софи, нельзя грызть руки. Нельзя. Потому что это ураган. Просто девочка-ураган. И родились мы 27 декабря. Прям под Новый год. Господи. А история на самом деле. Господи. Я искала собачек разных. Эти хуашек смотрела. И история эта была тоже очень волшебная и прикольная. Я увидела собачку на фотографии. Я в нее влюбилась, конечно же. И я сразу просто захотела ее купить. Я позвонила в этот питомник, заводчику. Но она сказала, что, к сожалению, это старое объявление. И эта собачка продана. Ее уже нет. Я очень расстроилась. А потом она сказала, что у них есть еще три девочки. Они буквально вот-вот недавно родились. И они еще совсем-совсем маленькие. Просто вот прям крошечные. Потом случилась история с Мишей. И я уже была сконцентрирована совсем на другом. Не на поиске щенка. И тут эта женщина, у которой родились эти три девочки, прислала фотку уже подросшего щеночка. И там была наша зайка. Наша зайка. Наша красавица. И когда я ее увидела, я уже, конечно же, ни о чем не думала. Просто я сказала себе все. И вот мы буквально на днях поехали ее и забрали. Забрали эту красоту в свой дом. Вот она родилась 27 декабря. Девочка, у нее есть клеймо. И по документам ее зовут Аморе Аморусио Синди. Пока мы ехали забирать ее, я думала, что как же я ее назову? Как же я ее назову? И мне придумывали всякие разные имена. И в голову все, что только не приходило. Но когда я ее увидела, я просто увидела это чудо. И я не знаю, каким-то тоже волшебным образом мне почему-то в голову пришло имя Юми. Юми! Ты моя Юми! Ты моя зайка! Да! Вот такой вот сумасшедший, сумасшедший, просто сумасшедший ребенок появился в доме. Этот пушистый заяц все время куда-то бежит, куда-то спешит этот заяц. Да! И ой, смотри, папка у нас. Юми! Щеночка, конечно же, приучить ко всему гораздо проще, чем взрослую собаку. Но в любом случае, несмотря на это, я буду, конечно же, показывать, как Миша, Эйвен и Софи учат этого ребенка всему. И как мы учим Мишу и Юми. Юми! Юми! Когда я ее увидела, я поняла, что у нее будет очень активный характер. Так что, если вы хотите наблюдать за жизнью Юми в нашем доме... Ставь лайк, а я послал. Ты, степа, послал. Господи, это же сумасшествие какое-то. Я совсем отвыкла от щенков. Когда привыкаешь к взрослым собакам, они такие все уже спокойные, знают, что когда надо делать. А это просто пипец. Ушки пока что у Юми еще не стоят, но скоро они встанут, да, и вы увидите эту собаку во всей своей красе, эту зайку. Кстати, ребята, не забывайте подписываться на мой второй канал, лайв-канал Энни Мэджик. Там тоже веселые ролики выходят каждый день. Вот такой вот теперь у нас еще один зайчонок есть. Комок энергии просто. Я надеюсь, вы тоже порадуетесь вместе с нами нашей новой малышки Юми. Ай, Вась, да, Юмичка у нас, у нас ребеночек, у вас ребеночек. Я думаю, что вы тоже полюбите Юми, как и Мишу, и Софи, и Эйвана, и вам будет интересно... Так, грызь нельзя руки, вот грызи. Наблюдать за ее развитием, за тем, как она растет, какая она станет. Я думаю, что вы точно так же рады, как и я, и точно такие же просто яркие эмоции внутри в душе сейчас за меня испытываете. Поэтому кодовое словосочетание, с которым нужно составить предложение, прикольную фразу будет «Маленький щенок». Придумывайте свои стишки, прикольные фразочки и пишите их в комментариях. Вчера мы провели в Инстаграме свою пробную трансляцию. Вот как раз сегодня я предлагаю вам в честь нашего праздника, в честь знакомства с этим пушистым чудом, в честь этого нашего ребеночка провести прямую трансляцию в 7 часов вечера. По поводу других пород собак я бы хотела сказать, что, конечно же, я все равно хочу завести шпица. Поэтому все будет. Мне кажется, это очень прикольно, что вы вместе с нами будете видеть, как она растет. Потому что Мишу мы взяли уже взрослые, именно из Софии достаточно взрослые были, когда мы начали канал. А Юми совсем малышка, ей всего 2 месяца и 1 неделя. И будет прикольно наблюдать за тем, какой она вырастет. Где вот этот ребенок сейчас? Юми! Юмичка! Юми! И, конечно же, вот как мы только достроим дом, и все уже будет, и можно будет туда переезжать, я хочу еще других собак. Просто я очень люблю чихуашек, и чем больше чихуашек, тем лучше. Ну вот такая я, что поделать? Вот такая вот у нас теперь пушистая семья. Две мраморных собачки и две шоколадочки. Кто такой зайка? Вот ребенок наконец-то уже устал. Каждый занят своим делом. Подпишись на наш канал. И на мамин канал тоже. Вот. София, она что, уже разговаривает? Да, видимо, вундеркинд у нас растет. Эйвен, в тебя умница так. Я буду снимать ролики. Вы будете, причем вы, буду влоги нам будем, вот. Она сказала, будет лёлики снимать. Умница. И я в блоге вам буду. Горжусь. Горжусь. Ну, вы же родители, и понятное дело. Вот. Все читать. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Миш, 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 там другие слова. Сейчас песня хочется. Хе-хе-хе. Хе-хе. Да-да-да. Хе-хе. Ай-я-я-я-я. Так, я и не успеваю. Субтитры сделал DimaTorzok